Доброе утро, Петербург! В тропических странах еще совсем очень доброе утро! Сейчас буду показывать вам виды из нашего окна. Мы с супругой едем в церковь. Мы с ним не виделись уже добрый месяц, потому что перед отъездом все так быстро у нас шло, что мы просто не успевали это сделать. И, соответственно, сейчас настало время, в самый раз, как приехать к нему, подарить гостинцы, вкусные манго, витамины. Привет Томску! И, соответственно, поговорить, что у него прошел за Новый год, что у нас прошел за Новый год, поделиться мыслями, планами. И очень планирую, что мы с ним в ближайшее время, ну, наверное, даже в ближайший месяц, снимем интересный проект. Тему, тему как раз сейчас мы будем обсуждать. Привет, Сибири! Привет, Волгогбогда! Так, ну что? Вот такой у нас Петербург. Саша с жирами. Сначала просто учитель набрать, еще потом сушится. Жир не сушится, жировая клетка увеличивается, либо уменьшается. А так, конечно, в очередь просто не забывать. Куда едем? В церковь едем. Икона Божьей Матери. Всем скорбящим радость. Когда седьмая серия? Наверное, сегодня, да, мы на такси, потому что машинка пока в ремонте. Мы отдали ее, когда вы улетали. Да, я религиозный в меру, скажем так. Не религия главная, а вера. Тай был шикарный. Какая у меня машина? У меня маленький Opel. Как сами устраивались с тренером, никуда не устраивался. Работаю на себя. Можно ли потренироваться? Конечно, можно. Пишите ВКонтакте и будем обсуждать, как тренироваться. Как церковь ему этот проект снять? Не знаю. Есть отец Вячеслав и, соответственно, когда есть его разрешение, можно снимать видео. Главное, чтобы это было в рамках определенных догм и приличий. На следующий сезон, конечно, поедем. Когда будет видео с Мишей, не знаю, нам отбили билеты в Челябинск и, соответственно, мы будем покупать новые билеты, но уже, наверное, через выходные на 23-24 часа. Да, тренирую парней. У меня пятеро мужчин есть. Но в основном работаю с девчонками. Просто зависит от того, какие цели. Как манго на вкус. Господи, вы не ели манго. Манго шикарно, как лучик солнца. Сладкое, летнее, вкусное. Привет, Армении. Когда буду в Челябинске, ребят, через две недели. Очень надеюсь, но пока билеты еще не покупали. Тренировать начнем с завтрашнего дня, когда на работу. Спортпит ем. Возможно, я встретюсь в Челябинске. Я думаю, возможно, буду в Челябинске. Пишите. Перескупить я все равно точно буду каждый день. Так что можно будет определиться. Как найти меня в ВКонтакте? Как меня найти в ВКонтакте? Александр Шпак. Высакиевский? Нет. Мы едем в другой храм. Сколько стоит тренировка? Тренировка стоит 2000 рублей. В Омск пока не собираемся. Какой зал? Зал в Санкт-Петербурге, спортивной купармии. Снега? Нет, снега на самом деле немного, а вот холодно. А да, ребят, вот Исаки. Это он. Я не тренируюсь ни как билдер, ни как лифтер. Я тренируюсь на свой вкус и взгляд. Да, обязательно, обязательно с Алексеем Серебряковым хочу лично познакомиться. Вот. Очень интересно будет пообщаться. Да. Смотрите, мы проезжаем как раз у нас в центр города. Много разного интересного. Были ли предложения из Омска? Нет. Третий раз мне задают вопрос про Селикон. Ребят, каждый живет той жизнью, которая его устраивает. Приезжайте в Латвию. Спасибо за приглашение. Привет из Бреста. Сколько средней зарплаты у тренера? Я не знаю, ребят. Я не интересуюсь чужой зарплатой. Привет из Жевского, Москве. Казань. Может быть, летние планы еще неизвестно. Мы еще с Дмитрием Коковым обсуждали, что можно летом поделать. Но это пока все под вопросами. Привет Минску. Привет всем. Спасибо. Скучаю по новым друзьям. Да, но, ребят, мы на самом деле даже переписываемся каждый день с ними. А с некоторыми из ребятами планируем видеться. Но вот тоже у нас есть только выходные. И будем планировать и думать, как у нас это будет получаться. По подморозе или нет, мы сразу нас забрали на машине. И так дальше тоже на машине. Как со мной встретиться? Семинары, ребят, пока не планирую. Давай, отдаю супруге трубку. Да, а чтобы показать красивый вид Петергорка. Привет, Самаре. Майкоп. Сколько жму? 170 жму. Так. Не знаю, обычная симка стоит. У меня Бивайн. Почему шрамы? Ну, потому что есть, были операции на грудь. Привет Новгороду, Великому, Минску, Ростову-на-Дону. Как мы познакомились? Романтично. Потом расскажем. О, покажем. А, просто покажем. Это наш Эрмитаж. Куда едем, ребята? В церковь едем. Какой вес? Похудели мы на тайских каникулах. Но у супруги было запланировано похудеть. А я, в общем, не планировал. А я вешу теперь 117. Привет, Красная Поляна. Немножечко Петроградки. А так изделия особо не видны. Ну что, давай мне телескоп. Будем телефонечко закругляться. Какой раз, 182. Питер, да. Питер очень красивый. Очень прикольный. Конечно, видео все красоты не продашь. Привет Кремчику. Были гинекомостей? Нет, никогда не было. Сколько градусов? Минус 21. Шапка, да. Шапка любимая подарила. Фильм документальный. Планируем, ребят, снять и снимать с автобиографии. Но все как-то идет медленно. Пока не до этого. Так очень много всего. Почему трансляцию быстро заканчиваю? Не знаю. Они вроде как бы короткие, как пожелание с добрым утром или прекрасного вечера, с чем-то интересным. А так болтать целый день, я думаю, у вас тоже есть другие дела. Мы уже скоро подведем к церкви. Наверное, это будет минут через 5. За 20 тысяч квартиру можно купить у нас? С 20 тысяч чего? Нашу ли я очки? Только солнечные. Компания Астровит протеин? Не знаю. Не пробовала никогда. Ребят, следующая серия выйдет, наверное, завтра. Хотя вполне могут Настя ее и сегодня сделает. Не думали ли подсушиться? Так я и так не особо толстый. Просто ем сейчас много, поэтому пузо вываливает. А так, если кушать меньше будет, вообще все шикарно. Кто я? Ну что, все. Я всегда при макияже. Нет, ребята, я всегда при дыроке. В церкви? Нет. Настоящий стой отец, в общем, принимает все, как и должно быть. Ну что, всем пока. Всем спасибо. И либо до вечера, либо до завтра. Пока. А что, нормально? 500 человек у нас.